Здравствуйте, с вами Фрейм Мэстер и Подвал в игре... Чёрт, я придумал что-то смешное в смысле названия и забыл это. Блин! Ладно, фишка в том, что между этими собственными двумя записями я постарался её во что-то одеть, у меня толком ничего не вышло, а потом до меня дошло, и я вам покажу, что до меня дошло. Но для начала я постараюсь поговорить с этой... ну и имя Тара. Серьёзно? И жила она долго и счастливо в подвале. Что б вариант? Я посмотрел бы на это. Может быть, я смогу найти одежду для тебя? Но в любом случае ничего не покуп... Было, 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 было. Вот, собственно, мой вариант. Именно что хмммм. Да будет известно... бла-бла-бла, фараон бла-бла-бла, банановая кожура. Да? Слушай, мне плевать. Да пусть хоть все улицы фараона будут усеяны банановой кожурой. Ну да, правильно. Поэтому вот твоё новое платье. Ха-ха-ха. Ты всё же смог найти, да. Угу. Последний писк моды из Абусим Белла. Ну и отлично. Но если честно, для платья оно слишком коротко. Сделай себе шорты, я не знаю. Или типа того. Так, портной. Ха-ха-ха-ха. Да, это прикольно. Э-э-э. Ну вот это тоже прикольно, на самом деле. Угу. Ткнём сюда просто до кучи. Если бы портной это услышал, он упал бы в обморок от расстройства. Ладно. Попробую надеть. Ты не оставишь меня на несколько минут? Нет. Ну, если так надо. Нет! Чёрт! Ну и ладно. Я надеюсь, она прям сразу за мной же и выйдет. Да-да, очень похоже на правду. Прекрасно, прекрасно. Слушайте, она действительно сделала из этого что-то вроде шортиков и чего-то ещё. Хм, любопытно. Как я уже сказала, оно... ээ... немного коротковато. В любом случае, спасибо за помощь. Если бы не ты, я бы осталась гнить в этой тюремной камере навеки. И я могу что-нибудь тоже сделать для тебя. О! Очень даже. И, честно говоря, чёрт побери, приятно, что она действительно благодарна. Я как-то от неё даже уже не ожидал. Ха! Любят же девушек раздевать разработчики любых игр. И она не исключение. Держи дудочку, то что надо. Умеешь играть на этом? Конечно. Как насчёт Камела Лока? Это именно то, что мне нужно. О-о-о, Камела Лока! Не могу устоять! Прекрасно! Спасибо за помощь! Не стоит благодарности. Теперь мы квиты. Тебе... тебе нужно попасть во дворец, не так ли? Точно! Мне нужно попасть в храм Осириса, чтобы избавиться от смертельного проклятия, лежащего на мне. А знаешь что? Я пойду с тобой. Погоди! Всего минуту назад ты хотела выбраться отсюда. Так тебе не нужна помощь? Конечно нужна! Тогда не будем терять времени даром! Пошли! Интересно, я когда-нибудь научусь понимать её? Я точно нет. Она какая-то странная. Я думаю, в смысле и озвучки, и перевода в том числе. Вау! Третья глава? Уже? Что, серьёзно? Погодите, какая-то серия? Пять, шесть, семь... Седьмая, да? Неплохо, неплохо идём, однако. Ого, какой сад! Вообще, действительно впечатляет. Нет, здесь все пейзажи мне будут напоминать... Хотел сказать... Нет, я имел в виду этого. Сириус Сэма, однозначно. Эй, Тара! Какого хрена? Где ты? Что? Странно... Что? Это чёртова Тара, мать её, блин. Ведь главное, в конце концов, выяснится, что она якобы на моей стороне, или что она была не на моей, а будет на моей, или типа того... Уж лучше бы она просто была моим заклярым врагом и всё тут. Мне, я думаю, это больше понравилось бы. Чудо-гриль! Да. Здоровенный чёрный камень, нагреваемый солнцем. А чё, норм? Я тоже, может быть, такое хочу. Только в солнце не справиться, к сожалению. Поливать водой нечего. Он до краёв наполнен водой. Хорошо учтём, у нас есть вода. Здесь, правда, и так полно воды. Жернов двигается с помощью водяного колеса. Жернов двигается с помощью водяного колеса. Угу. Водяное колесо. А где здесь вообще водяное колесо? Ну ладно, а что за вода? Мне не следует подходить ближе. Да-да-да, у тебя проблема с водой. Честно говоря, совсем забыл, что именно у тебя за проблема с водой. А вообще, да, это же очень любят во многих играх, что герой не умеет плавать по самым разным причинам. Например, у него может быть аллергия на воду прям прямая, и он будет умирать. Как в этом самом, как в Бладомен 2 от Вульферина. Точно. Ооо, это я не хотеть, я сюда хотеть. Похоже на какую-то приправу. Нужно будет что-нибудь приправить. Мешки с пшеницей. Можно прорастить зерно, кстати. Ооо, вот это интересно. Обалдеть, теперь у меня есть зерно и... Азгиль, который куда-то идет, не пойми куда. Ладно, зерно шмирно. Ооо, вот это любопытно. Перепрыгнуть просто невозможно. Просто невозможно! Так, ладно. Водяное колесо. Восхитительно. По крайней мере, значит, получается, жернова двигаются, если колесо двигается. Не правда ли это? Перепрыгнуть просто невозможно. Просто невозможно. Сложно, невозможно. Так, значит, сделаем... Ой, черт, не так, нет, вру. Вот так. Круто! И что теперь? Я сделал муку. Я сделал муку. Ага, замечательно. Не знаю, зачем мне нужна мука. Попробуем муку на воду, наверное. Не думаю, что это сработает. Черт. Но ведь муку надо с водой и сюда, да? Или нет? Кувшин. А, сюда. Ну, похоже, что это сработает. Черт. А что еще есть такого нужного, хорошего? У меня есть... Не думаю, что это сработает. Ну да, на кисточку это бред. Сюда. Да. О, получилось. А теперь кувшин, не правда ли? Во! Просто иной порядок действий, я понял. Тесто готово. Прекрасно. Теперь я смогу по нему перейти на другую сторону реки. Здоровая тетя. Какая тетя? Не важно, не важно. Что это такое у меня есть? Рамзеский экстрадлинный сырой. Еще сказали его багет. Какая тетя? Ничего не понимаю. Ладно. И я прошел по хлебу. Надеюсь. И не умер, что было бы замечательно. Он упал в воду. Черт. Что же... А, погодите. Потому что он сырой, что ли? А он должен быть какой? Сухой? Я не знаю. То есть я правильно мыслю, но... Мне чего-то не достает. Понять бы чего только. Что еще может быть такого на хлебе, чтобы он выдержал вес человека? Тесто готово. Я думаю, он может быть супер сухой. Да. Сейчас он стал сырым. Да, понятно. А, во-во-во! С золотистой корочкой. Во! О! Горелый. Может быть, горелый? Горелый, наверное, тоже упадет. Наверное, мне нужно с золотистой корочкой. Сейчас попробуем. Попробуем. Это интересно. Так, горелый пробуем. Эй, горелый! Сгоревший и твердый, как камень. О! То, что надо! Я могу использовать его, как мост. Ну, наконец-то! Ты сделал то, что я тебя просил. Эй, используй. Сгоревший и твердый, как камень. Тем-па-рам, шарам-па-рам. А мы не упадем, потому что... Привет! Это еще кто? Ты что, умрешь? Не смей! Ой, нет! Мне конец! Тара! Тара! Вот моя рука, держись! Тара, ты где была? Мне тут не сладко пришлось. Я? Искала путь в храм, конечно. Эй, это будет не так просто. Там стоит дворцовая охрана. Не переживай. Мы найдем способ проскользнуть мимо этого парня. Она что-то скрывает. И... В чем-то была проблема. И... Что там за девушка? Ё-моё! Я могу переключаться? Кисточка с остатками красной краски. Что? Я не хочу играть за тару! Блин! Эту дверь я открыть не могу. Я рад за тебя. Вернее, не рад. За себя. Чёрт. Я не хочу играть за тару! Блин! Ну и... Ладно. Тара и тара. Блин. Эту дверь я открыть не могу. Да. Какую дверь ты можешь открыть, скажи мне? Тара. Блин. Так, да. Сюда ты не можешь. Ага, сюда. Угу. Угу. Да, это будет не так-то просто. Я вот что думаю. Ооо! А вот это прикольно. Это прикольно. Хааа. Восхитительно. Ой, ты так думаешь! Так, хорошо. Тара перебралась через мост. Исключительно высокая и тонкая пальма. Оу. Обалдеть. Моего веса недостаточно. Тебе придется найти другой путь. Но как мне обойти охранников? Не волнуйся. Я придумаю, как увезти его с моста. Что, серьезно? Блин. С какого моста? Что придумаю? Может быть так? Как жаль. Не работает. Оу. Ладно. Немножечко побегаем по воде. Мне не следует подходить ближе. Да-да-да. Ближе не надо. А ты можешь забраться на эту пальму? Что-то похоже нет. Или просто она ему мешает. Давайте отведем ее в сторону. Если сможем, блин. Так, сейчас. И что, оба застряли? А, фух. Счастье есть. Так, теперь ты иди сюда. Куда-нибудь сюда. Эй, ты. Тара, блин. Вот, так-то лучше. Теперь ты ползи. Эй, ну, блин, ну. Асиль, да силь. Не смей. Вот. Как же здесь непродуманная эта хрень. Интересно, что они скажут теперь. Он так странно ползет. Не говоря уже про то, как она ползет. О, его веса достаточно. Он жирный. Так, здорово. Ага. И чё? Чё за охранник? Капитан фараона? Что? Говорящая кукла, изображающая фараона в роли капитана. Ага. Не могу достать. Чёрт. Монетка мне вряд ли в этом поможет, к сожалению. Ну, ладно. Ещё одно место, где можно присесть. Ещё мебель. Надеюсь, обошлось без жертв. Эй, это... А, теперь я, кстати, понимаю, почему бывает, что у него женский голос. Просто иногда это, чёрт возьми, всё равно, что голос старый. Потому что мы играем вдвоём. Потому что это такая чёртово отстойная игра, где можно играть вдвоём. Чтобы этой тары, блин, пусто было. И чтобы я уже мог один поиграть. Ё-моё. Ладно. Не будем терять самообладание. Будем заценивать всякую хрень. Типа... Вот это. Нельзя сказать, что фараон не умеет устраивать вечеринки. Да, вечеринки. Лобстер. Погодите, где это был лобстер? А, вот же он. Деликатес. Лобстеры не такие. Правда, по-моему, всё-таки у них вкус идиотский. Как, не знаю, как у раковых шеек, там, я не знаю. В общем, если лобстеров есть большими количествами, то, возможно, да. Но большими количествами это же дорого, вы понимаете? Так, что, что, что я не вижу? А, на балкон. Понимаю, понимаю. Можешь открыть? Эту дверь я открыть не могу. Нет, не можешь. Очень жаль. Ну, как же я это объясню фараону? Что ты как объяснишь фараону? Не понимаю. Что здесь вообще происходит? Блин. Нет, ну, отвернёшься на минуту, и вот что получается. В смысле, бардак ты имеешь в виду? Ага. Ладно, попробуем забраться сюда, что ли. Может быть, здесь этот стражник, которого надо отвлекать. Ага, где я? Что происходит вообще? Какой-то глаз. Мило. Да? Ну, ладно. Поверю тебе на слово. Я не пойду туда до тех пор, пока этот парень здесь. А, парень где-то наверху торчит. Понятно. Постараемся как-нибудь его отвлечь. Это что такое? Плита в полу. А, понятно. Эта дверь ведёт в храм Ассириса. Вот почему нас должно быть двое. Мы должны стоять на плитах. Извините за это мигание. У меня мышка убегала на второй монитор. Хорошо, хорошо. Фараону объясню как, да? Отличное место, чтобы присесть. Как и всё остальное здесь. Нельзя сказать, что фараон не умеет устраивать вечеринки. Они тут пировали так, будто все сплошь короли. А вот здесь наверняка сидел фараон. Какой ужасный день. Выглядит недёшево. Мечта каждого порядочного барабанщика. Папаня всегда хотел, чтобы я играл на архе. О, я что-то нашёл. Предмет каждодневного пользования и музыкальный инструмент в одном флаконе. Кто-то скормит меня крокодилом. Замечательно. Теперь у меня есть ещё одна вещь, которая я не знаю, зачем нужна. Блин. Ну, почему я утратил бдительность? Тихо ты, стражник. Не сходи с ума, пожалуйста. Почему я утратил бдительность? Может быть, стиральная доска мне нужна всё-таки для того, чтобы достать капитана? Не думаю, что это сработает. Жаль. Зачем мне вообще она может быть нужна? Предмет каждодневного пользования и не похоже, что это сработает. Не думаю, что это сработает. Но на что же тогда? Всё это странно и непонятно. Стоп, стоп, стоп. Кажется, я ещё что-то нашёл. Это вилка. Фараон разорвёт меня на кусочки. Замечательно. Они сочетаются. Не думаю, что это сработает. Нет, они не сочетаются. Что бы мне ещё здесь найти? Если здесь вообще ещё хоть что-то есть. Блин. Я всё равно что играю в игру, типа я ищу. Только я нифига не ищу. Разница исключительно в этом. О, кстати. Не могу достать. Чёрт. Ну, капитана Фараона надо как-то достать. Вода. Как? Причём она, похоже, просто здесь застряла. И пока что не может всё-таки принимать никакой активной деятельности. Хм. А, причём мост здесь просто сломан вообще. Ага. Кажись, понимаю. Кажись. Но что же всё-таки надо сделать? О, ещё что-то нашёл. Порошок карри. О, интересно. Как же все эти вещи сочетаются? Понятия ведь не имею. Ни малейшего. Вилка, стиральная хрень. И карри. Как? Ну серьёзно. В чём логика-то? Последний из гостей, прибывший из далёких краёв? Когда увидит это. Ё-ма-ё. Это же аквариум Красного моря. Я его совсем не заметил. Мне казалось, что это... Какая-то хрень здесь валяется. Последний из гостей, прибывший из далёких краёв? Мне казалось, что это что-то типа такой красненькой арфы. Это его ноги. Да я это объясню. А-а-а. Хм. Нет, ну отвернёшься на минуту, и вот что получается. Меня достал этот парень. Может быть, вилкой воткнуть? Не похоже, что это сработает. А чёрт. У него опять про этот сам... Стоп, погодите. Я могу взять лобстера? Я взял лоб... Эй, чё? Я был уверен, что я не могу взять лобстера. И я пришёл к нему с вилкой, чтобы покушать его. А он сказал женским голосом, что понадобится целым... Э-э, чё? Блин. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Я думаю, что солёненькое тебе не повредит, если он вообще солёненькое. Не похоже, что это сработает. Чёрт. Не думаю, что это сработает. Ой, что-то получается. Вернёшься на минуту, и вот что получается. Я, действительно, что-то сделал. Погоди, погоди, погоди. В смысле? А что я сделал вообще? Я применил сюда лобстера. Ужас. Совершенно как бы не в тему, но... Знамя. 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 И... Фараон разорвёт меня на кусочки. И... Так. У меня единственная мысль заключается в том, что, возможно, по этому знамени Тарас может съехать ко мне. Но если и это неправильно, так я вообще не понимаю, в чём логика. И при чём здесь лобстер? Я, видимо, что-то перерезал в этом знамени. Но... Это всё слишком странно. Знамя. Знамя. Нет. Чёрт. Окей. Три зубца и ручка. Оу. 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 Ха-ха-ха-ха-ха. О, кажется, я разобрался. Более того, я вижу стражника. Понимаю более-менее, где он. И могу подобрать знамя. Замечательно. Замечательно. Просто прекрасно. Слушайте. Ха. Обалдеть. В жизни бы не догадался, что всё происходит именно так. Я не пойду туда до тех пор, пока этот парень здесь. Да, этот парень, разумеется, здесь, и ты, разумеется, туда не пойдёшь. Хм. Блин, вся эта морока с двумя людьми. Ай. Не знаю. Кто-то эти вещи любит. Я лично понимаю, что они меня задолбали. Особенно, когда их трое. Так вообще хана просто. Может быть... Не думаю, что это сработает. Нет. Ладно. Хм. Возможно, в таком случае... Блин, даже не знаю. А куда бы мне действительно применить этот чёртово знамя? Что ты вообще о нём думаешь? Знамя. Ай. Это я знал. Слушай, есть идея, есть идея, есть идея. Ха-ха. Я думаю, получится. Да, конечно же. Ты что делаешь? Я боюсь воды. Без паники. Там есть ток. Вода не поднимется выше. Погодите-ка, погодите-ка. Ну, 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 вода. Ну и что? А ты можешь спуститься? Здесь всё затоплено. Опять у тебя, блин, с голосом что-то не то. Ладно, я зачем-то поднял воду Эту дверь я открыть не могу А, кажется, я знаю Конечно же Замечательно У меня есть вот эта тварь, очень хорошо Теперь мне нужно что-то умное сделать Поднять паруса Кажется, я слышал голос Еле уловимый Или мне просто почудилось Понятно Что будет, если я подойду ближе? Очень даже жестко будет Вот сюда, пожалуй Во славу фараона Кажется, я слышал голос Еле уловимый Черт, насколько же ближе я должен подойти? И где ты вообще стоишь? Поденец Кажется, я слышал голос Хм, черт Еле уловимый, да? Поденец Во славу фараона Хорошо Хорошо А если вот сюда? Попробуем Сюда ты не пойдешь, да? Я не пойду туда до тех пор Поднять паруса Пока этот парень здесь Сидебтяне Мой фараон Я уже иду Мой фараон Где вы? Ой Что за нафиг? Это все так странно Ладно Теперь я, по всей видимости Могу за нее пройти сюда Не правда ли? А, так Здесь мы уже были Сюда Отлично Понятия не имею Зачем, правда? Здравствуйте Сюда мы, разумеется Теперь все еще Не можем пройти Он увидит меня Блин, что с твоим голосом? Тара Тара Использовать флейту нельзя Красить можно, но Но что красить? Большой вопрос Эмм Хм Может его провести подальше Как-нибудь? Типа Не знаю Типа здесь, например, еще нажать Во славу фараона Скажется, там Да, да Его можно вести Замечательно Просто замечательно Так, теперь Пожалуй И вот сюда Куда-нибудь Один нить Мой фараон Где вы? А Все, не работает Да? Черт Короче, да Слухового файла нету Как интересно Сюда она, конечно, не пойдет Я не пойду туда до тех пор Пока этот парень здесь Ага О, стоп Погодите, есть вариант О-хо-хо Ай Никого Да Действительно Прекрасно У меня полное воссоединение Моих ребят И я даже думаю Что смогу теперь проникнуть Наконец-то в храм Ассириса Все просто круто Добро пожаловать На другую сторону Да, да, я знаю Я смотрю Ты начал пировать без меня Ага Просто не мог больше терпеть Их реплики, наверное, очень смешны Теоретически Но на практике Так уж получилось Что они сделаны По-моему, все-таки плохо Встаем И, собственно, ею тоже встаем Интересно, зачем ей эта краска тупая А, хорошо Пройти-то можно? Можно Только осторожно А тебе? Тоже можно Слушайте-ка Здорово Здесь все затоплено Да, епересе ты Ха Мы действительно прошли Но там же действительно все затоплено Чего? Стоп Погодите-ка Ах ты же Еперный театр Здесь все время была Другая дверь в храм Тьфу Так, стоп Если я просто за него пройду Буду все нормально, наверное Здесь все затоплено Да, точно Не сюда Вот сюда Ну, прекрасно Черт У нас получилось Это храм Осириса Ага И чего теперь? Нам что, просто позвать его? Что? Ты притащил меня в храм А сам точно не знаешь, что нужно делать? Эй, думаешь, тот заключенный Дал мне подробный мануал С описанием, что и когда делать? Ага Но ты ведь наверняка знаешь Что только жрец может вызывать богов на диалог Правда? Без паники Жрецы такие же люди Мы справимся Надеюсь Это я ее притащил в храм, да? Сама за мной увязалась, между прочим Помощь тебе нужна Да черт, я опять не могу пройти за нее Я вам говорю Это двойная игра меня бесит Ладно, все Стойте Не шевелись Поняла Ладно Поговорить В смысле Почитать Что-то воспламеняется Воспламеняется? Три приятеля ходят по перьям Ну да, правильно Языки пламени с одной стороны Геометрические фигуры с другой Это вот я уже не понимаю Языки пламени с одной стороны геометрические фигуры с другой. Здесь есть музыка? Флейта и ксилофон? Или что-то другое? Да не, очень похоже, но действительно на флейту и ксилофон. Фараон и Осирис? Ой, извините меня. Немножко подоился. Слушайте, ну у меня такое впечатление, что это и есть подробный мануал. Что-то воспламеняется, потом что-то люди ходят по перьям, потом что-то огонь, что-то геометрические фигуры. Флейта и ксилофон и Осирис с фараоном. Всё чётко. Пошли вниз. Будем, собственно, использовать эту схему действий. Так, здесь у нас вокруг какие-то штучки непонятные. А это что? Здесь ничего нельзя использовать в действительности. Это даже странно. Я как бы ожидал больше интерактивности от этого места. Здесь тоже вроде ничего нет. Всё это как бы даже подозрительно, я бы сказал. Да, подозрительно. О, хотя вот, видимо, да, нужно воспламенить ароматические палочки. Хм, только у меня нет источника огня. Это жаль, это жаль. Может быть... Так, а может быть, ты мне сможешь даже подсказать, что мне делать с ароматическими палочками, неправда ли? Напротив этих ароматических палочек горит пламя. О, то есть я смогу их зажечь. Тут столько всего! Нам нужно решать эту задачку побыстрее. Это что? Звуковая головоломка? Может, Осирис и вправду глуп? При чём здесь Осирис глуп? Звуковая головоломка. Чё? Ладно, неважно. Посмотри-ка на это. Мне не нравится то, что я вижу. Надеюсь, это будет не цветовая головоломка. Не думаю, что Осирис настолько глуп. Да, Осирис довольно нехило глуп. Здесь есть звуковая головоломка и цветная головоломка, да? Мм, очень интересно. Дьявол. Похоже, нам придётся сделать это ещё раз. Я всё это просто обожаю. Да, да. Давайте стебаться не только над лажей в квестах, но ещё и повторим всю эту лажу в квестах в своей игре. Ну, просто ещё просебёмся заодно. Может быть, так? Да, да, она выехала, я понял. Переключаемся. Решай её. Э, что? Что-то взял? Ещё что-то взял? Чёрт, чашка пуста. А, ну, правильно, и у меня есть также карри. А, зашибись. Но, погодите-ка. Похоже на какую-то приправу. Ну, а чё толку-то? То есть... Ага. Понимаю, то есть мы должны начать с жёлтого. Наверное, продолжить зелёным. Ладно, может быть и нет. Странно всё это, я чё-то путаюсь. Всё становится прикольным, когда я добавляю жёлтое, но больше ничего не происходит. Чёрт, чашка пуста. Да, я могу сюда положить? Не думаю, что это сработает. Ага. А, ну вот, да, всё жёлтенькое горит. Круто. Хорошо. И чё? Не понимаю. Ладно. то есть, он должен кидать, а она должна бить. Дьявол. Похоже, нам придётся сделать это ещё раз. Я всё это просто обожаю. Ну, или он может передвигаться между ними, а она нет. То есть, я имею в виду, кто-то должен быть всегда там, а другой нет. Или там есть какие-то плиты, по которым нельзя ходить. Так, что-то зажигается. Люди стоят на перьях. А, то есть, хреново передвигаются. Ладно, не важно. Жёлтый треугольник, зелёный круг и красный квадрат. Ага, понятно. Жёлтый треугольник, зелёный круг и красный квадрат. Всё-всё очень чётко, всё очень просто, но, правда, проблематично. Но ничего, с проблемами мы справимся. Так, ещё раз. Здесь ещё видно, куда нельзя... А, люди ходят по перьям. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я понял. Да, это будет непросто, прямо скажем, прямо скажем, непросто. Так, зажигай эту штуку тоже, а потом ты у меня пойдешь по перьям. Я, кстати, опять забыл последовательность, но вначале был желтый, наверное. Черт. Так, иди по перьям. Продолжай идти по перьям. Ага. Так, хорошо. Хорошо. Значит, желтый. Это, я не помню, треугольник, наверное. Похоже, Осирису нравятся необычные вещи. Похоже, Осирису нравятся необычные вещи. Кстати, а как бить-то в него? Не думаю, что это сработает. Черт. А у тебя есть что-нибудь? У тебя есть вилка. Не знаю, может подойдет. Так, значит, вилка сюда. Она мне мешает. Она мне очень мешает. Блин. Так, ладно. Вали по перьям сюда. Ты вали по перьям вот сюда. Ты вали по перьям вот сюда. Вообще, все вещи только у него, я так понимаю, или нет? Не думаю, что это сработает. Ага. А если так? Не похоже, что это сработает. Блин, а в чем же тогда я буду бить в гонку? Черт. Непонятно. Может, там есть какая-нибудь вещь? Потому что здесь же все было. Может быть, и здесь как бы прилагается. Да нет, не похоже. А, во, 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 колотушка. Все. Все, отлично, отлично. Так, нужно только еще раз посмотреть код. Потому что я ничего не помню. Так уж получилось, простите меня. Так, желтый треугольник, потом зеленый круг и красный квадрат. Ага, понятно. Мне очень нравится, кстати, что все окрашивается в желтый дым во время этой приправы желтого цвета. Время приправы желтого цвета. Так, ну и опять же этот проход мы застопорим. Это я забыл, как ее звать. Мы назовем ее иглу. Желтый треугольник, по-моему, если я ничего не путаю. Эй, что-то происходит. Асирис любит поработать на публику. Причем здесь Асирис. Как бы не он же все это строил. По-моему, следующий зеленый, если я ничего не путаю. Да, и все реально позеленело. Вот это меня тоже радует. По-моему, круг. Прекрасно, просто прекрасно. И последнее, это красный квадрат. Все это реально покраснело. Вау. Квадрат. Глупо, но у нас получилось. Хотя, боюсь, теперь нам придется сделать еще большую глупость. Как нам связаться с Асирисом? Я знаю как. Нам необходимо поиграть на ксилофоне и флейте. Но проблема в том, что, ну-ка, к каменному пьедесталу. А. Интересно. Действительно, а как нам связаться, блин, с Асирисом? Еще один каменный пьедестал. А. Эээ. Эээ. Черт. Хм. Эээ, Асирис. Мы же как-то... Стоп, ксилофон. Вот он. Вот он. Вот он, ксилофон. Вот он. Вот он. Вот так, да. Наверное, я сделал что-то не так. Да все ты сделал так. Ё-моё. Дай ей флейту. Или у нее и так есть флейта? У нее есть флейта. Наверное, я сделал что-то не так. Так, стоп. Но что? Может, нужно где-то там стоять? Вот ты стой здесь. С флейтой, да? И флейти. Снова играешь на флейте? Да. Ты. Иди сюда. И играй на мойке. А вот и я. Где мой потенциальный собеседник? Кто желал говорить со мной? Я никого не вижу. Кто потревожил могущественного Асириса? Чё? А, или я все-таки могу к нему подойти? Поденец! Говорящая кукла, изображающая фараона в роли капитана. Может быть, нужно вот так вот сделать? Был бы бред, но я не знаю. Что? Фараон посылает гонцов вместо того, чтобы общаться со мной лично? Он ответит за свою лень. Ох, погоди секунду. Кажется, ты посыльный Анка. Что ж, по крайней мере, фараон нашел Анк. Возьми этот артефакт. С ним ты сможешь пройти в загробный мир и принести мне Анк. Блин, у Асириса разве не должна быть голова, не знаю, какого-нибудь животного? Хотя и этот парень выглядит неплохо. Ничего, мне нравится. Так, великий Асирис, молю. Кстати, сними это, это очень интересно. Это загробный мир. Не собираюсь. Никогда не получу шаг. Вот, вот это. О, великий Асирис, молю, сними свое смертельное проклятие. Проклятие? О каком проклятии ты говоришь? Погоди, а ты сам кто такой? Что тут происходит, ты, жалкий неудачник? Асиль, давай выбираться отсюда. Так тебя зовут Асиль. Я заполучу свой Анк, можешь не сомневаться. Большое спасибо, Тара. Упс. Что здесь происходит? Ося, старый приятель. Фараон, принеси мне Анк. Будет исполнено. Стража. Черт с Осей, явно что-то не получилось у меня. Ося, старый приятель. Забавно. Скорей, Осиль, закрой дверь. Чем? Нет, серьезно. Как я тебе дверь закрою? Эээ, ладно. За мной гонятся, и здесь все рушится, и всякое такое прочее. По-моему, я записал все-таки слишком много, потому что уже 50 минут скоро записывать буду. Да поэтому извините за длинную серию. Что это, кстати? Изумрудная тиара? Откуда у меня изумрудная тиара? Эээ, ладно. Откуда у меня изумрудная тиара, и справится ли Осиль, и... не знаю. Секретное желание Тары мы, может быть, узнаем в следующей серии. Бай!